друзья привет это седьмой выпуск проекта мой публичный портфель меня зовут евгений канал вселенная beautiful бог ну что поехали итак на этой неделе у меня произошли небольшие изменения в моем портфеле я добавил несколько компаний добавил компанию alter x добавлял ее на падение средняя цена у меня 85 долларов 29 центов падаем пока менее полупроцента ждем от нее рост также свою портфель и добавил компанию ticker api с за ним занимается она опта волокном разъемами в общем электрикой компания решила поделить цену своих акций напополам чтобы больше привлечь инвесторов то есть у тех у кого были акции этой компании допустим две акции вот в итоге у них на данный момент четыре акции этой компании это неплохое решение я думаю инвесторы будут заходить по более низким ценам будут покупать и в дальнейшем мы увидим по ней рост компания платит дивиденды 19 марта кстати будет закрытия но дивиденды небольшие всего 0,23 процента также вчера на падение 17 марта я добавил две компании в свой портфель это oil standard занимается она оборудованием для нефтегазовой отрасли падение составила около 11 процентов и я решил ее добавить себе в портфель как цена конечно высока хотелось бы ее увидеть по цене около пяти но я думаю пока это не произойдет и мы увидим ее дальнейший рост средняя в моем портфеле 7 долларов за акцию у меня всего две бумаги потому что я когда покупаю на падении я покупаю всегда минимальным лотом от 20 до 50 долларов также вчера 17 марта показала большое падение тоже около 14 процентов компания ticker sg это государственный холдинг энергетическая компания по дивидендам дивиденды она тоже платит дивиденды больше одного процента закрытие реестра было в марте 15 марта платит раз в квартал в принципе хорошая компания и стоит ее рассмотреть именно для инвестиционного дивидендового портфеля покупал ее по 23 доллара на данный момент она минусует на 2 процента чуть больше двух процентов пока подержим если что будем усредняться все остальное у меня в портфеле пока без изменений все те же бумаги которые я держу которые покупал фарма наконец-то у меня выбралась и из минуса и показывает уже плюсы но плюсы опять же небольшие всего полтора процента показывают файзер мерк чуть более полу процента джили от около двух процентов но пока мы их держим и ждем от них рост при стрима раз показывает три с половиной процента то есть фарма начинает понемножку идти вверх у бристри марс кстати на скоро будет закрытие дивидендов закроют они его 30 марта 2021 года дивидендная доходность за марс составит 79 сотых процента если по деньгам то это около 50 центов за одну акцию еще одну энергетическую компанию я хотел добавить вчера свой портфель крупная американская энергическая компания генерирующего и подает энергетику сша хотел я ее поймать по 36 долларов за акцию но пока не судьба она не спустилась к этой отметке продержалась но буквально двух центов мне не хватило чтобы она сходила 36 6 посмотрим может сегодня я ее и поймаю падение было 16 более 6 16 процентов за вчера портфель мой восстанавливается восстанавливается по сумме но показывает все-таки минусы и минусы мне приносит именно компания mail group очень очень нехорошая компания как оказалось и зря я в нее входил полиметал немножко отыгрывает свой минусы все-таки стремится выйти в плюс rusagro колеблется не туда и не сюда в общем смотрим по фондам фенекс анти айти компаний возвращается опять к своим уровнем показывает пять процентов плюса все остальные фенекс золото тинькофф золото тинькофф индексы пиву минусуют среднем на пять процентов что касается детского инвестиционного портфеля который мы открыли для своей дочери он показывает плюс в нем пока всего две компании которые мы добавили это компания нлмк российский металлург и добавил я все-таки бристоль майерс также мы продолжаем обучение получаем подарки от тинькоффа но подарки от тинькофф инвестиции 2021 году какие-то очень жадные скажем так никаких обещанных двадцать пять тысяч рублей на счет мы скорее всего и не получим нам еще остается два один урок и сдать экзамен за восьмой урок мы получили ленту а до этого нам давали банк втб и детский мир все эти компании я продал деньги поступили на счет плюс у нас вышел около две тысячи восемьсот рублей в общем я все эти деньги перевел доллары купил бристоль майерс и у меня есть еще сейчас на данный момент кэшом около 55 долларов я планирую добавить еще одну компанию и рассматриваю для добавления компанию тоталь так как компания платят дивиденды и по моим конце марта или в начале апреля у них должно быть закрытие реестра акционеров что касается обстановки на рынке то российский рынок акции для меня в данный момент немножко начинает волновать так как мы из соединенных штатах америки слышим опять призывы вести санкции за то что якобы владимир владимирович путин каким-то образом влиял на выборы которые происходили в америке в 2020 году связи с этим был вызван для консультации российский дипломат представитель россии в соединенных штатах америки для консультации с путиным но байден все таки намерен наложить какие-то ограничения какие-то санкции на россию недавно связи с навальным все таки были наложены санкции но они касались непосредственно вышестоящих руководств но допустим в данный момент мы еще не можем узнать что конкретно затронет новые санкции которые будут наложены на россию что касается американского рынка то американский рынок пока находятся в позитивной ноте граждане получают свои заветные 1400 долларов помощи помощь также поступает и предприятиями компаниям и частным лицам которые за не занимаются бизнесом соединенных штатах америки в данный момент переживать насчет того что экономика соединенных штатов америки рухнет и все пока если вниз я думаю как-то не целесообразно я ставлю на рост американского рынка и в то же время нападение думаю российского рынка но все-таки хочется с какой-то осторожностью отнестись к американскому рынку потому что опять же войдут непрофессионалы войдут такие домохозяйки как их все называют до 5 валют деньги фондовый рынок и здесь может ступиться уже крупный игрок который начинает начнет проливать те компании и мы увидим именно коррекцию и довольно глубокую коррекцию поэтому я в данный момент отношусь более такой стратегии что нужно будет в апреле скорее всего выходить уже в кэш полностью продавать те компании которые у меня спекулятивные которые не являются дивидендами и копить кэш для предстоящей коррекции так что друзья торгуйте разумно принимайте взвешенные решения рынок акции это не казино здесь нет такого понятия что повезет не повезет рынок это циклично эта система и все повторяется так что если хотите узнать что будет в будущем загляните что было в прошлом на этом у меня все спасибо что смотрели это видео до конца внизу в описании если у кадре открытия брокерского счета оцените видео напишите комментарии поделитесь этим видео в социальных сетях а я вам говорю до новых встреч на проекте география инвестиций всем пока и аналитика